Скандал недели. В самом центре Террасполя на площади Суворова на светлой стене на фоне часовни появилась черная надпись рекламы интернет-магазина по продаже наркотиков. Это был настолько наглый вызов милиции, властям, да и всему обществу, что милиции и власти обязаны были реагировать и очень быстро. Парня, который сделал эту надпись, взяли через несколько часов. Теперь ему светит большой штраф, а может, что и похуже. И вроде бы зло наказано, но есть ощущение, что история на этом не закончена. И дело здесь не только в неадекватности конкретного молодого человека. Все глубже и хуже. В тюрьмах все больше закладчиков, но организаторы наркобизнеса легко находят новых одноразовых сотрудников. А наркологи говорят, в Приднестровье все больше синтетических наркоманов, и они все моложе. При этом буквально каждую неделю в новостях мы рассказываем о том, что таможенники пресекли провоз очередной партии наркотиков. Или что милиция задержала очередного закладчика. Это похоже на битву с мифической гидрой. На месте срубленной головы вырастает две. Далее сюжет Ирины Руснак. Не заметить эту надпись было невозможно. На это, похоже, и был расчет. Реклама интернет-наркомагазинов нет-нет и появляется в Тирасполе. На остановках, на домах и прямо под ногами на асфальте. Но вот так, прямо на центральной площади, рядом со знаковыми местами столицы, у трибуны и часовни, такого Тирасполе еще не видел. Надпись быстро стерли болгаркой. Также быстро нашли парня, который ее сделал. Вот он на наших кадрах. Милиция привезла его на место преступления. А вот он на видеопресс-службе МВД. 20 лет спортсмен. Говорит, нужны были деньги. Он получил за это 50 долларов. Решил заработать. И что теперь может за это быть? Будут рассматривать органы дознания его действия и дадут пробу в оценку. 18 тысяч рублей. Такой штраф грозит парню за надписи в Тирасполе и Бендерах. Оказалось, он и там успел оставить наркорекламу. Очень плохо. Этого лучше бы не делать. Тем более в центре города, где сам живешь. Этого лучше бы не делать и вообще этим не заниматься. Знаете ли вы, что это такое? Нет. Хорошо, я вам подскажу. Это реклама наркошопа. Как вы относитесь к этому? Ну, негативно. Надо, конечно, пресекать такие рекламы. С призывом пресекать вандализм и распространение наркотиков к жителям обратился глава Тирасполя. Мы прекрасно должны понимать, что это в первую очередь сказывается на наших детях. Это самые незащищенные слои нашего населения, которые подвержены интересу зайти по этому адресу, посмотреть, что же там может быть и так далее. Что же это было? Дерзость или безумие? Или наркошопы совсем обнаглели? И то, и другое отвечают в милиции. Предложения поработать наркокурьером, которые рассылают на телефон, и сейчас в основном остаются без ответов. Вот и понадобились другие каналы продвижения товара. Многие блокируют вход в себя этих объявлений. Скорее всего, что они промониторили эту ситуацию и решили пойти другим способом. Но люди как бы не откликаются на данные предложения. А вот еще реклама. Предлагают подзаработать. Заманчивое предложение. 40 тысяч за неделю. Такие объявления появляются на подъездах Тирасполя. Корреспондент ТСВ попытался устроиться закладчиком. 40 тысяч рублей, да не в месяц, а в неделю обещает автор вот этого объявления. Никаких подробностей, нужно только просканировать QR-код и выйти на работодателя. Вот так выглядит аккаунт, где предлагают распространять наркотики. Некто Виктория в переписке рассказывает, в чем суть работы. Вначале нужно забрать, а потом разложить по городу герметично упакованные клады. График 3-4 часа в сутки. Что конкретно разносить и прятать, Виктория не упоминает. При этом сообщает, работа нелегальная. Но тут же уверяет, рисков нет. Соблюдай правила, которые озвучит куратор, и все будет хорошо. Спрашиваем, ну а как же предупреждение в СМИ? Это же телек, там всегда пугают. Соблазны хорошо, быстро и легко заработать. Эта удочка работает везде и во все времена. И попадаются на эту удочку новые и новые души. Каждую неделю и чуть ли не каждый день пресс-служба МВД выдает сообщение о задержании очередного наркокурьера. Вот хроники этой недели. В Террасполе поймали пассажира маршрутки. Мужчина вез с собой сверток, обмотанный изолентой. Внутри предположительно синтетический наркотик мифедрон. На следующий день в столице взяли еще двух парней с такими же свертками. Неделю назад на балке задержали женщину с тремя свертками из изоленты. Закладчица. Она успела поработать всего несколько недель. Это типичная карьера закладчика. От месяца до двух, даже бывает и меньше. Мы сразу его берем в поле зрения, проводим определенные мероприятия, задерживаем его. То есть долго мы и не тянем. Надо быстрее пресекать эту деятельность для того, чтобы наркотик не разошелся. Закладчики – это одноразовые работники наркобизнеса. Расходный материал. Их боссы остаются недосягаемы. Закладчики даже не знают, на кого работают. Все общение через мессенджеры. Схема работает без остановки. Милиция ловит закладчиков. Наркодилеры вербуют новых. Чаще всего в этот бизнес идут молодые. Как тот 20-летний парень, что оставил надпись в центре Тирасполя. Но есть люди и вполне зрелые. Как правило, они сами наркоманы. Задержанной в Тирасполе на балке закладчице 40 лет. А вот еще одна наркокурьерша. Ей 32. Сначала закладки делал муж. В августе его арестовали. Жена решила продолжить семейный бизнес. Ее взяли в сентябре. Свертки она раскладывала в Екатерининском парке. Я просто шла и кидала. Я даже не заворачивала, чтобы там закопать. Я просто уходила. Проходила 200-300 метров. Я просто это раскидывала вправо и влево. Фотографировала им с тебя и бежала обратно домой. Закладчица сама наркоман со стажем. Впервые попробовала тяжелые наркотики 10 лет назад. У всех задержанных закладчиков в основном находились синтетические наркотики. Мефедрон, различные соли и курительные смеси. Эти психостимуляторы вытеснили традиционные для нашего региона наркотики. Оби и нымака и коноплю. Синтетических наркоманов у нас становится больше, говорят врачи-наркологи. А еще, что наркотики нового поколения опаснее растительных. В интернете полно роликов, что происходит с человеком под синтетикой. Такие состояния, как бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение, в состоянии которого человек может быть опасен для окружающих людей, либо для самого себя. Он может наносить в этом состоянии себе повреждения. Это могут быть суицидальные тенденции. То есть его состояние может быть непредсказуемым. В Приднестровье наркотики употребляет молодежь и люди уже в осознанном возрасте. Но начинается наркоистория у всех почти одинакова, когда просто решил попробовать один раз за компанию. Кто-то говорит, что ему просто было любопытно, интересно. Кто-то говорит, что я находился в компании других ребят, сверстников, и нам захотелось попробовать чего-то новенького. Кто-то не хотел, да, отличаться от компании, выглядеть своего рода белой вороной. Наркологи лечат наркозависимых, милиция отлавливает наркокурьеров и закрывает наркошопы. В этом году оперативники закрыли уже четыре интернет-магазина. Дилеры тут же открывают новые. Остановить наркобизнес непросто. Управляют им в основном из-за границы. Сейчас большая часть наркотиков попадает к нам из Молдовы. Мы задержали группу, не одну. То есть, вершину этой цепочки, да? Да, да, да. Именно владелец магазина организовал группу. Они приезжали на территорию Приднестровской Молдовской Республики. И от города Рыбницы до города Бендер вот так ехали на машине, распространяли эти наркотики в виде закладок. Были задержаны в городе Тирасполе. Было изъято очень большое количество наркотических веществ. Условного срока за распространение наркотиков в Приднестровье нет. Наркокурьеров садят в тюрьму. Сроки до 20 лет. Но закладчики находятся снова. Только в тюрьме они понимают, что перевешивает. Легкие деньги, но недолго. Или долгая, унылая и беспросветная жизнь за решеткой. Ирина Руснак, Игорь Мацота и Данила Кузьменко. Отражение.